Дагестан без экстремизма и терроризма. Борьба с бандгруппировками привела к аресту более 300 экстремистов республики. Энергоснабжение без перебоев большей части республики смогли обеспечить энергетики Дагестана. Об усиленном темпе работы энергетика в условиях непогоды смотрите сегодня в выпуске. Дагестанец стал лучшим в фотоконкурсе National Geographic. Эта информация облетела все социальные сети. Победитель рассказал нашим корреспондентам о том, как создавался шедевр. Более 300 дагестанцев отбывают наказание за экстремистские и террористические преступления. Об этом министр внутренних дел Абдурашид Магомедов сообщил на расширенном заседании коллегии, в котором принял участие и глава Республики Дагестан Владимир Васильев. Только в 2018 году отбыли наказание и вернулись 72 человека, причастные к террористическим преступлениям. В этом году ожидается освобождение 60 осужденных. Также министр подчеркнул, что удалось добиться определенного перелома в борьбе с банк-подпольем. По его словам, на сегодняшний день деятельность активных членов банк-групп практически пресечена. Семь дворовых территорий благоустроили в Буйнакске. Это было озвучено на конференции Буйнакского городского местного отделения партии «Единая Россия». На собрании говорили о текущих задачах партии. С докладом выступила Зумруд Бучаева. Член Президиума регионального полисовета отметила, что важно сделать так, чтобы каждый был услышан и нашел в целях партии важное для себя направление. Также она отметила, что совершенствуется кардиологическая служба. В республике развернуты два региональных сосудистых центра и пять сосудистых отделений при городских больницах. Хочу сказать, что планируется открытие десяти диагностических центров в крупных медицинских центрах республики, которые будут оснащены самым последним оборудованием, высоко технологичным, для ранней диагностики онкологических заболеваний на клеточном уровне. Это большой шаг вперед, большой прорыв. В Дагестане в этом году появится 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Каждый из них будет обслуживать от трех до десяти населенных частей республики. Средства для возведения медицинских объектов выделены из федерального бюджета. Учуждения предполагаются возвести в малых населенных пунктах на острове Чечене и в других районах республики. Их появление позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. В истории с 13-летним мальчиком, который умер из-за неверного диагноза, будет разбираться Следственный комитет республики. Напомним, ранее пресс-служба Министерства здравоохранения республики сообщила, что из-за ошибки врачей частной клиники Панацея погиб школьник. Однако руководство медицинского центра опровергло информацию. По заверению главного врача учреждения Хабиба Абдулмуслимова, в клинике мальчику была оказана консультативная помощь, но никак не диагностическая. Отметим также, что родственники погибшего непосредственно к частной клинике не имеют претензий. Сильные ветра и холода им нипочем. Тщательная подготовка позволила дагестанским энергетикам выдержать испытания непогоды. В эти дни в республике зафиксированы лишь единичные случаи технологических нарушений. Как с ними справлялись энергетики в сюжете Зумруд Гамидовой. В новогодние дни дагестанским энергетикам пришлось работать в усиленном режиме. Информацию принимали со всех районов республики. В этом году были назначены оперативные дежурные бригады. 55 бригад в количестве людей, 340 человек в круглосуточном режиме дежурили. Однако не обошлось и без перебоев. Из-за резкого ухудшения погодных условий без света остались жители Тляратинского, Сунтинского и Шамильского районов. Несмотря на труднодоступность местности, благодаря слаженной работе сетевиков, энергоснабжение пострадавших районов было полностью восстановлено. Снижение и отключение послужило, в первую очередь, все работы, которые мы проделывали в ремонтную кампанию. Это именно на этих линиях, которые студии у нас 5-й, мы знаем слабые места. Все лето персоналом ПУГЭС проводились работы по улучшению состояния этой линии. В прошлом году около 3 тысяч энергетиков проводили в республике учения, в ходе которых установили более 8 тысяч новых опор линий электропередач и свыше 20 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Работа по реконструкции сетей будет продолжена. Она приведет к качественному электроснабжению потребителей всей республики. Зумруд Гамидова, Даот Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Махачкалинцы довольны уровнем жизни больше остальных россиян. К такому мнению пришли специалисты финансового университета при правительстве России. В течение 2018 года эксперты проводили опрос в 78 российских городах с населением свыше 250 тысяч человек. Радуются жизни и уверены в завтрашнем дне, помимо махачкалинцев, жители Грозного, Тюмени и Краснодара. По результатам опроса, более всего удовлетворены жизнью молодежь и люди из обеспеченных социальных слоев. Респондентов в основном волнует будущее, достойная оплата труда, наличие социальных гарантий и возможность творческой реализации. 300 тысяч рублей было собрано для помощи погорельцам из села Чантаулки из Люртовского района. У семьи Газалиевых в результате пожара сгорел дом и все имущество. Двое детей с ожогами были доставлены в больницу. Незамедлительно на место происшествия прибыли представители Муфтията и благотворительного фонда Инсан. Они объявили сбор средств для пострадавшей семьи. Меньше чем за три недели силами неравнодушных дагестанцев была собрана необходимая сумма денег. Деньги главе семьи передали представители благотворительного фонда Инсан. National Geographic признал работы дагестанца лучшей. Снимок Амара Пакалова стал передовым среди более двух тысяч работ. Однако для самого дагестанца фотография всего лишь хобби. Основной род деятельности Пакалова – оказание помощи животным. О фотографии, любителе и добром ветеринаре в одном лице смотрите в сюжете Карины Баталовой. Мирно пасущиеся овечки на буйной зелени скал. На этом фото запечатлено гармоничное сочетание живой и мертвой природы. Именно она является главным вдохновителем для Амара Пакалова. Он часто изображает ночное звездное небо, окрестностей родного аула Чох и, конечно же, величественные горы. Горы молча фазируются, они не капризничают. Ими все время только можно наслаждаться величеством гор, природой. Не знаю, как объяснить. Фотографии Амар увлекся еще в школе. Вспоминает, как растрачивал на снимке всю пленку старого «Денита». Теперь камера современнее, снимки профессиональнее, да и времени сил уходит больше. Например, чтобы запечатлеть этот метеоритный поток, Амар в минус 10 градусов в горах снимал 5 часов. Тысячи лайков и подписчиков. Страница с фотографиями Пакалова пользуется большим спросом. А работы выходили в финал многих крупных конкурсов. И все же Амар считает себя больше любителем. Фотография стоит на втором месте. А на первом – неизменно животные. Ну, ветеринария, она всегда была в принципе моей жизни и с детства. Даже вот, если связано с этой фотографией, порода овец, которая, дагестанская горная, она выведена моим дедом. Поэтому это больше династия. И дядя был в свое время ветеринаром. И так все это пошло. Ветеринария – не самое чистое и прибыльное дело. На вопрос, почему бы вместо этого не стать коммерческим фотографом, Амар Весьбахвальства отвечает, что хочет помогать животным. Ну, тут главное – это возможно будет нескоро, как сказано. Любовь к животным, без этого здесь никак. В качестве приза в конкурсе Амару вручили ваучер на поездку для двоих в самую высокогорную страну мира – Непал. В нее входит посещение национального парка Читван, города Катманду и Пакхару. В Непал, честно скажу, очень давно хотел. Лет 10 назад я еще планировал сюда поехать, но не удалось. Но в этом году, видите, как… Весть о победе быстро облетела весь Дагестан. Ну, а ветеринар-фотограф Амар не намерен бросать любимое дело и собирается дальше искать интересные места для съемок. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. О незаконном ввозе товара дагестанцам, о крупном грабеже, его последствиях и о том, за что была оштрафована администрация Махачкалы, смотрите в кратком обзоре событий от Луизы Раджабовой. Таможенник из Дагестана незаконно возил в Россию автомобили. По данным следствия, его подозревают в создании преступного сообщества из 14 человек еще с 2012 года. Общая сумма клонения от уплаты таможенных платежей составила 119 миллионов рублей. Таким образом, до 2014 года был осуществлен ввоз 90 дорогостоящих автомобилей. Дело передано для рассмотрения в советский районный суд столицы. Трое жителей Тарумовского района задержаны по подозрению в крупном грабеже. Трое лиц, применив насилие, завладели машиной местного жителя, где находилось 11 голов крупнорогатого скота общей суммой 400 тысяч рублей. Подозреваемые уже сознались в содеянном. Отношение них возбуждено уголовное дело. Теперь мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы. С начала сентября в Дагестане против гриппа привито 43% населения. По данным мониторинга, за прошлую неделю зарегистрировано 136 случаев вне больничной пневмонии. В структуре заболевших на детей до 17 лет приходится половина. В период эпидемического подъема заболеваемости Роспотребнадзор настоятельно рекомендует соблюдать меры личной профилактики. В госжилиинспекцию Дагестана обратился житель с жалобой о непроводимой вырубке сухих деревьев на придомовой территории по улице Магомед Гаджива города Махачкалы. Инспекцией проведена проверка, в ходе которой установлено сухие деревья высотой более 20 метров представляют угрозу жизни и имущества жильцов. В результате направления материала в суд администрация Махачкалы оштрафована на 10 тысяч рублей. И к новостям спорта. Борцы Гаджимурат Рашидов и Магомед Курбаналиев выступят на гран-при Иван Ярыгин в Красноярске. Ранее сообщалось, что действующие чемпионы Европы должны будут пройти отбор на турнире на призы Академии Миндиашвили. Рашидов в этом сезоне решил подняться на вес выше, а Курбаналиев не вошел в состав на чемпионат мира. Однако накануне стало известно, что решением тренерского штаба сборной России этих вольников все же допустят к участию в гран-при без отбора. Так как на право хозяев россиянам разрешили увеличить квоту участников в каждом весе с 3 до 5 человек. Напомню, что до этого прямой допуск к Ярыгинскому имели только участники чемпионата мира в Будапеште. Остальные борцы будут оспаривать место в составе сборной на турнире Академии Миндиашвили. Он стартует 18 января. Так и вы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!